До начала опустошительной войны, которая продолжается вот уже почти три года, провинция Алеппо на севере Сирии была одним из наиболее богатых и развитых регионов страны. А затем она стала местом, пожалуй, самых ожесточенных столкновений между правительственными войсками и боевиками, которые воевали плечом к плечу с Аль-Каидой. Но сейчас здесь идет уже другая война. Умеренная свободная сирийская армия, объединявшая противников Асада с начала конфликта, сегодня сражаются с многочисленными экстремистскими группировками джихадистов, которые, по ее словам, решили подмять под себя революцию и установить в Сирии халифат. Не выпрямляйтесь, двигайтесь, пригнувшись. Вместе с капитаном сирийской армии мы поднимаемся на крышу одного из самых высоких зданий в городе Алеппо. Армия располагается до мечети Хузейфа. Дальше территорию мы уже не контролируем. Всего через 50 метров за мечетью боевики. Их в этом районе очень много. 500 метров отсюда и дальше, там боевики повсюду. Слышно, как совсем близко идут бои. Но сирийские вооруженные силы в них не участвуют. Столкновения сейчас идут между свободной сирийской армией и джихадистами исламского государства Ирака и Леванта. Когда стемнеет, мы тоже будем воевать. А сейчас ждем. Наших там нет. Это боевики воюют друг с другом за контроль территорий. Оппозиционный сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, и полагается на данные, получаемые от активистов из Сирии, сообщает, что после того, как в этом январе между повстанцами и джихадистами началась вражда, уже погибло около полутора тысяч человек. Среди них сотни умеренных повстанцев и около двухсот мирных жителей. Накануне в интернете появилась аудиозапись обращения лидера Аль-Каиды Аймана Аз-Завихири. Он призвал боевиков немедленно прекратить борьбу со своими братьями. Но ожесточенная вражда тех, кто еще вчера называл друг друга соратниками, продолжается. В то время как сирийские власти и оппозиция впервые за три года пытаются вести диалог, возникает вопрос, как эти внутренние разногласия отразятся на будущем страны в целом. Кто-то считает, что это ослабит и тех, и других противников Асада. Другие опасаются, что джихадистам удастся одолеть умеренных повстанцев. А это может осложнить или вовсе сорвать процесс мирного урегулирования, на который нацелены женевские переговоры.